Мы позиционируем себя как французская кухня, с французским направлением. Конечно, стараемся использовать максимально молдавский продукт. В армии я старался не говорить почему-то, почему я повар, потому что я понимал, что это будет с утра до ночи только-только кухня, а мне хотелось потрогать и автомат. Если у вас плачет, он уясняет персонал, даже если у вас есть один раз в день, в день, в день, в день, в день. Он никуда не торопится, он знает, что он должен получить результат, что, может быть, не будет озарения какого-то там, но к результату он придет сто процентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, все мои блюда в каждом ресторане, где я что-то делаю, это уже считается как авторским. Я стараюсь уже осмыслить, найти время, во-первых, потому что при работе мозаику, да, ты можешь сложить какие-то соуса, какие-то блюда в голове, да, это можешь сочетать, если есть время. Где-то могу посмотреть какие-то идеи, где-то что-то ищу, где-то сам уже имею какую-то базу и начинаю смешивать с другой базой, и что-то получается новое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не знаю, я не люблю брать другого человека, вот он работает в противоположном ресторане, и прийти к нему в гости попробовать, мне понравилось, я возьму у него. Нет, я этим не занимаюсь. Мне как-то это некрасиво, считаю, потому что он думал об этом блюде, он его сочинил, приду я и возьму у него, зачем? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, когда вы ставите кухню, предположим, вы начинаете выливать душу, вы начинаете привыкать. А когда это проходит уже год, два, может быть, полгода, может быть, три, это каждому блюду, каждому коллективу, это все-все-все связывает, и начинается все хорошо, дружно, как бы почти семейно, и тут задумываешься, окей, прошло там столько-то лет, хочется чего-то нового. Ну, то, что ты новое делаешь, это одно, конечно, где-то ищешь, отрабатываешь, но не все поменяешь, как бы. То, что блюда ты поменяешь, картинки какие-то, вкусы, это хорошо, конечно, но иногда хочется что-то другое поменять в себе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, вот если много работы, скажем так, за парой, ты работаешь, помогаешь поварам, объясняешь, что, зачем, куда, процессы, какие. И если находится минута, секунда где-то в голове подумать о блюде, то хорошо. Когда есть затишье по вечерам, там, или вот период от трех до пяти вечера, да, мне надо сесть и нормально открыть там компьютер, записывать то, что мне нужно. В каком громаже, что я должен записать, что я должен придумать, что требуется. Вот если холодная закуска, значит, по холодной закуске я должен в голове подумать, что я хочу сделать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с ним встретились, когда крему уже было восемь лет, да. Пришел первый день и просто смотрел, стоял целый день, наблюдал, как работает кухня с утра до вечера. Очень таким пристальным взглядом, что-то записывал с очень серьезным выражением лица. Я думаю, ну все, наверное, шеф скажет, кухня маленькая. У нас действительно кухня пока что маленькая, узкая. Второй день он смотрел, молчал, как доктор, знаете, ничего не говорил, все, думал, что же там такое. И на второй день он под конец дня расчертил подробно с каждой циферкой в сантиметрах план. Сказал это переставить, это сюда, вытяжку сюда, тут идет пересечение потоков, хотя у нас все утверждалось. И, конечно, что-то со временем менялось, но он таким мужским взглядом кардинально перевернул. Мы все поменяли и потом думали, боже, а как же мы без этого работали. Очень комфортно нам работать, гостям очень нравится, и у нас прекрасный, отличный тандем сложился. Он очень ровный, спокойный, у него нет всплесков, то есть есть повара очень эмоциональные, я могу быть эмоциональным. Нет, но в этом, наверное, его сила, когда он идет спокойно, уверенно. То есть он никуда не торопится, он знает, что он должен получить результат, и для того, чтобы получить этот результат, нужно время. И он тратит это время, он понимает, что, может быть, не будет озарения какого-то там, но к результату он придет 100%. Впечатлить наших людей, ну, наверное, сложно, потому что вкусы разные, желания также разные. Если ставить блюдо какое-нибудь определенное, ставить в меню и в течение 3-4 месяцев видеть его продажи, то можно понять, что человек кушает. Даже что остается на тарелке, если вдруг гости не доедают, и ты понимаешь, что вот этот продукт, он не идет. Это все можно понять, если правильно увидеть и до себя донести. У нас, конечно, фитс-фуд очень хорошо развивается, и люди переходят на то, что можно быстро купить, быстро съесть и побежать дальше по своим делам. Посидеть в кафе или в ресторане всегда тоже хочется им быстро. Но, извините, ресторан на то и предположен, что прийти покушать спокойно, не торопиться. Но иногда у нас люди не понимают этого и думают, что прийти в ресторан и за 20 минут поесть – это не всегда реально. Повар, официант и гость – вот эта вся линейка должна пройти. Потому что это каждое время тикает. Даже когда нет работы или что-то нужно помочь, или нет людей, которые должны стоять на своем процессе, это я помогаю и стараюсь везде помочь, чтобы было все хорошо. Потому что стесняться какой-то работы, помыть тарелку или помыть сковородку – это не должно быть такого у людей, потому что это твоя работа. Ты должен вот этот весь круг сделать так, чтобы все было быстро и хорошо. Мы прошли многое. И голод, и уже спокойствие, и нормально все в жизни пошло. Да, были моменты, наверное, когда денег не было и практически кушать не было тоже. Помогал дядя яблоками. Был момент в детстве, что вышел на остановку, продавал яблоки. Мне было очень стыдно, наверное. Но переборол это. Мама пришла с работы и увидела, что есть все. И хлеб, и рис, и молоко. Все, что нужно. А так выжили. Было сложно. Я жил в центре, напротив госуниверситета. Там прошло мое детство, рядом с Комсомольским озером. Дом двухэтажный, на земле. Там мы жили с мамой. У нас были большие комнаты две. Так я бы и до сих пор думаю, может быть, когда-нибудь что-нибудь и произойдет, что получится вернуть. Но уезжав оттуда, мне хотелось, конечно, вернуться и купить это здание и жить там. Когда я был самым маленьким, в голове у меня не было того, что я буду поваром. У меня вообще мысли не было. Кем я стану? Чего я хочу? Потому что я закончил 9 классов. И мне надо было куда-то устраиваться. И вот тогда мама меня спросила, говорит, кем? Мне хотелось, конечно, в какой-то части быть каким-то вот дизайнером, архитектором, что-то такого плана. Но учения стоили дорого. На тот момент я ничего не мог поделать. Мы не позволяли семье себе такое. А на повара, да. У меня в жизни не складывалось все сразу и быстро. Были всегда какие-то моменты, что не твое время еще не наступило. Закончив школу 12 классов и повар-кондитер, на работу я не мог устроиться. Без опыта в то время не брали. Когда я пришел в армию, там мне сразу сказали, говорит, ну так как ты сам хочешь, выбирай место, где ты хочешь служить. Первые полгода я практически не мог идти домой. И в марте, когда день рождения, я был в наряде на кухне. Мы мыли кухню, драйли, все вот это, картошку чистили, не помню сколько килограмм, 50-60. И вот этот наряд, получается, в тот день, я не знаю, почему именно на кухне. В армии я старался не говорить почему-то, почему я повар, потому что я понимал, что это будет с утра до ночи только-только кухня. А мне хотелось потрогать и автомат, и пройти весь уровень, как мужчина все-таки. Первый мой учитель был в японской кухне, и Мура Шиеке, с Нори. И вот с тех пор я там начал познавать все. Ребята, которыми я работал, они мне помогали. Учили нарезки, учили всему. Я начинал из холодного, из горячего, практически сразу. Он все интересовался, все, что есть, все интересовался. И учили строго. Но он быстро берет и получается. И это самое главное. Сначала как хочется, нет. Как надо. И потом свой цвет будет добавить. Первые два года моей карьеры, когда я начал только в японском ресторане работать, я хотел уволиться. Я не знаю даже почему, но вот изнутри как будто не справлялся. И тяжесть, и усталость, и все вот это было в голове. И на что меня остановил шеф-повар, поговорив со мной, убедив, что есть какие-то таланты во мне, что-то есть, которые он увидел. И говорит, я тебе подскажу, как это все делается, и ты чего-то добьешься. Главное, пойми, послушай, посмотри. И проработав в одном ресторане 4 года, решил что-то поменять. Ушел в другое заведение. Там немножко научился. Потом меня забрали еще в одно заведение. Там уже больше европейской кухни. Я познакомился с Виктором Митиным по европейской кухне. Вот он меня немножко тоже научил многим моментам. С ним комфортно работать. Он выслушивает, он понимает, он делает. Почему? Ну, на сегодняшний день, если сравнивать, допустим, с сегодняшними молодыми поварами, для них нет авторитетов. Они уже знают все, они все умеют. Они готовые специалисты. Хотя, на самом деле, это не так. Алексей как раз-таки не делал из себя огромного специалиста. Он внимательно слушал и делал то, что нужно. То есть, выполнял определенные требования. Но, наверное, это правильно, когда есть учитель, есть наставник, есть ученик. Мы позиционируем себя, как французская кухня, с французским направлением. Конечно, стараемся использовать максимально молдавский продукт. Но у него вот такое свое видение, свой взгляд, свой концепт. Он чувствует хорошо французскую подачу, французский продукт. Он знает, что такое сувид. Он сразу пришел, сказал, что ему нужно для молекулярной кухни и такой-то лецитин. То есть, он настолько профессионален в своей области, что мне буквально сразу было очень приятно и комфортно. И он умеет где-то быть и строгим, и где-то быть и мягким. Был во Франции, много чему другому научился у других шефов, которые были в мишлеманских ресторанах. После Франции я встретил свою супругу, и мне опять же, наверное, пришлось поменять что-то, так как, скажем честно, график, который у шеф-поваров, очень-очень большой. И наши половинки не всегда все могут выдержать этого. Они же хотят видеть тоже мужа, и мы хотим быть дома немножко, видеть свою любимую, отдохнуть с ней. И так получается мы с утра до ночи, спим, идем опять на работу. И какой смысл жизни тогда? Я был с Дон Соломом и увидел, что он не может быть времени, и, обычно, если мы увидим, что, в городе, мы увидим, что, в городе, мы находимся в доме, с фарфурой, в фарфуре, там, в спаде, есть еще что-то. Мы находимся, если мы находимся, где-то там, я не знаю, Чтобы работать как бухгалтер, ты должен делать это из-за любви, потому что это работа грея. Многие могут подумать, что там можно сделать бурж, что там можно приготовить, но это работа грея, с много sacrificий. Если человек не нравится, он будет это лично, потому что я слышал, что кто-то сказал, как у меня есть экзамен, каждый день. Каждый день ты должен уйти снова и снова. Ты должен уйти на грех, даже если это один из-за 100% случаев, то этот случай будет дождаться. В телятине я добавил молдавский немножко оттенок, это в плане муждея. Сделал на основе немножко чеснока, уксуса, соли в блендере смешав с укропом, агар-агар и получилась вот эта молдавская изюминка. И получается, когда телятину кушаем вот с этим зеленым квадратиком, он дает немножко оттенок, где-то часть мамалыги, вот когда вот с мамалыгой и со сметаной это все кушаем. А плюс еще соус, который с добавлением хрена, он немножко тоже придает вот эту изюминку молдавскую. И вот это сочетание и получается, что вроде бы европейское, но с оттенком нашей страны. Крем-дела-крем 11 лет. Прошли они абсолютно по-разному. Первый год я помню, как я прям выходила на улицу и говорила, здравствуйте, проходите, пожалуйста, здесь вот кафе, тут вкусные пирожные. Люди так расшарахались и испуганно уходили, потому что изначально тут не было никогда гастрономии в таком формате. Поэтому челлендж был в том, что оно реализовалось и получилось, да, но потом с каждым годом я понимала, что ты настолько поглощен в этот бизнес и в эту идею, ты не можешь себе позволить просто так заснуть или ты не можешь себе просто взять выходное. Я постоянно, постоянно что-то дома готовила, постоянно у меня были какие-то инновации, но я постоянно вынашивала эту идею, постоянно не покупала себе что-то там дорогое, а инвестировала и уезжала во Францию учиться именно прям у лучших-лучших специалистов, то есть прямо чемпионов мира в школе Ленотер во Франции. Я долго уговаривала супруга, он говорил «не надо, это будет безумно, на самом деле ты не понимаешь, какая это будет большая занятость, у нас трое детей». Но я четко представляла, видела эту идею, училась, искала и видела, представляла концепт, я даже знала название, но все как-то не складывалось. И в один день родственники решили продавать это здание, мы подъехали к этому зданию, выше кафедральный собор, и мы поняли, что это действительно идеальное место, хотя мало кто здесь ходил. И строили мы это практически пять лет, это был долгий процесс. Мы купили несколько мешков гипса, принесли их домой, размешивали водой и каждый вечер мы выливали эти формочки флёрделисы из гипса. Их было 170 штук, то есть там реально вот маленькие ручки, тогда это было так трогательно, потом мы их клеили в шахматном, вот как на лестницу поднимаешься, это все реально вот им 11 лет. Мы лепили их сами и идею дал мой Александр. Субтитры стал и они работают самостоятельно. То есть, в порядке, есть два или три человека. Конечно, мы и у нас есть команда, мы и у нас есть шоу, но очень много вещей делает она, если она промоторой идеи, которые родятся в ее голове. Некоторые приятели сигареты, они говорят, ой, 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 все, не курят. Что? Не курят! Все, уходим отсюда. Сейчас очень модно брать у кого-то из Инстаграма или еще вот из каких-то соцсетей, скажем, какие-то пирожные или что-то еще. Но очень часто цена такая же, как в кафе, при этом люди не платят налоги. У меня трое детей, и я полноценно могу сказать, что это мой четвертый ребенок. Анастасию я считаю суперпрофессионалом и человеком, с которого можно и нужно брать пример. Она для меня, как, так скажем, старшая подруга, которая много ему учит. Я не знаю, я на протяжении 11 лет общения, я не перестаю ей восхищаться. То есть ресторан – это одно из самых сложных видов бизнеса. А сюда она вложила, ну, не просто немножко сил, а 10, 11, 12 лет своей жизни точно ночами, днями. То есть она приезжает, я знаю, что она в 3 часа ночи, она еще на работе. Я помню, что никто в городе не работал с 8 утра. То есть это был такой первый наш концепт. Это достаточно было рано для гастрономии Молдовы в то время. И самое интересное, мы были первым заведением, которое изначально мы сказали, что мы не курящие. То есть тогда все курили. Я даже сейчас помню, люди заходили и говорили… Некоторые прям доставали сигареты. Мы говорили, ой, вы его извините, извините, тут не курят. Что? Не курят. Все, уходим отсюда. Первые три года я очень много находилась на кухне, в кондитерке. Бывало так, Александр мне звонил супруг, говорил, 12 часов ночи домой. Я говорю, ну ты же видишь по камерам, мы стоим у печей, мы делаем отработки, я вся мокрая. Он говорит, ничего не знаю, домой. Потом, когда мы уже отрабатывали продукт, что-то получалось, что-то не получалось. Потому что во Франции изучаешь там масло, допустим, сливочное, более высококачественное, с минимальным содержанием воды. Сюда приезжаешь, начинает отделяться влага какая-то. То есть кликовина в муке не подходит. Ты начинаешь искать пути решения, отработки. Я помню первые полгода мы делали круассаны, вот девочки крестились, говорили, боже, боже, боже. Я как сейчас помню, тогда приходил нас поддерживал посол Франции. Он приходил и говорит, я должен снять пробу, я должен снять пробу. Я скажу вам, когда будет круассана настоящая, как во Франции. Я учился в школе французской школы, у меня очень хорошие отношения с Французской, я иду, я иду на эту идею, что французская французская мне очень нравится. И, плюс, мы, потому что мы уже были родители молодые, и практически мы думали о том, что для детей. И мы хотели быть где-то хорошие, и дети, и дети. И идея появилась в дискуссии, визы, и визы были материалы. Мы сделали так, как мне не нравится нам. И мы уверены, что если мы не нравится нам, мы будем делать что-то. И, публика, кажется, реакционирует очень хорошо. Крэм-де-ла-Крэм, я думаю, что это очень космополит. Это прекрасный этап, который был построен с большой семьей, который путешествовал в мире, который живет в Америке, в Канаде, который живет в Африке, который живет в Америке, в Канаде, даже в Канаде, даже если они не инвестировали здесь. И, публика, это космополит. И, публика, что у них было лучшее, что у них было лучшее, что сегодня, что мы чувствуем, на крэм-де-ла-Крэм. И это, что это получил Алекс Гутсу, в Канаде, в Канаде, в Канаде, в Канаде. Теперь мы видим, что процессы, что мы видны. Оно что я думаю, что первая часть, что мои родители привели в последние годы, как это помог нам, и что это привело к нам. Пока наша открыта, местные китайские были не таковой открыты, пока что-то недалеко. И к емке китайское на Канаде, при креме на креме, из местных как Парис, в военном китайском, уменьшлось снятия. Продолжение следует... Мы отдыхаем мало, но мне повезло. Мой супруг просто забирает меня на 3-4 дня. Вот такая происходит трансформация. И мне достаточно 3-4 дня, даже 4 иногда много. То есть я не могу отдыхать больше недели. Я на 4-й день понимаю, что я могла сделать так много всего. Пока что я не умею, наверное, отдыхать. Или не хочу, или мне комфортнее. Именно в такой активной фазе, именно в фазе генерации. Дети росли, я не успевала уделять им полноценное внимание. Вот прям часто-часто я просто брала ребёнка одного. У нас короткая разница, за 4 года трое детей. Просто вот одного с температурой, второго с температурой. Просто привозила маме и уезжала, потому что постоянно что-то горит. То есть в этом гастрономии практически нет никогда какого-то такого спокойного, размеренного дня. Часто я слышу такие вопросы, как же вам удаётся жить на две страны и администрировать такой как бы сложный проект. Из-за того, что мы уехали, когда заведению было более 6 лет, это как, я говорю, как часовой механизм. Он был уже запущен, было проведено очень много работы. И мы не уехали на необитаемый остров. Реально я раз в месяц здесь. Онлайн, спасибо технологиям, я постоянно, вот прямо с утра до вечера, у меня есть и камеры, и банки. То есть я постоянно держу руку на пульсе. Я знаю, что происходит, за что мы оплачиваем. То есть развитие это полностью остаётся естественно на нас. Мы сделали такую акцию для себя. Мы понимали, что люди просто дичают. Мы социальные животные, нам очень сложно оказалось быть закрытыми. И мы сделали такую акцию, мы просто делали террасу на одного человека. Мы красиво украсили наши партнёры, помогали нам цветами. Выходил один официант, то есть со всеми мерами предосторожности. И мы сделали такой пост. И вот просто вот, не помню сколько, 50 человек, вот просто так мы дарили им. Выпекли круассаны, кофе, приглашали. Вот именно делали вот такую террасу для одного человека. То есть фактически мы ничего не нарушали, мы ничего не зарабатывали. Но у людей реально такие были комментарии, такие эмоции. Просто до слёз, что как же так, неужели такое возможно? Я почувствовала себя опять человеком, я на террасе. Люди фотографировались, люди получали вот этот энергообмен. Конечно, это не выживание, но тут идёт не о зарабатывании денег, а о поддержке, о напоминании о себе, о вот этой связи. Когда прихожу сюда, я уверена, что я получу качественный товар из хороших ингредиентов. При этом я понимаю, что это будет сделано по высшим технологическим каким-то нормам. Потому что сейчас очень модно брать у кого-то из, допустим, из Инстаграма или ещё вот из каких-то соцсетей, скажем, какие-то пирожные или что-то ещё. Но очень часто цена такая же, как в кафе. При этом люди не платят налоги, не платят персоналу, не выстраивают никаких технологических процессов. То есть это просто цена, так скажем, базируется наравне с теми, кто работает с большими машинами, такими, как кафе. Но конкуренция неравная. Очень часто приходили гости и говорят, а есть у вас без муки, без сахара, без молока, без яиц, без, без, без. Мусс мы сделали из кокосового молока и шоколада чёрного, да? То есть лактоза там не присутствует. Песочное тесто, опять-таки, какао, немножко кофе и миндальная пудра. То есть глютена нету. Пропитали сиропом с специей из спекулес. Это там идёт корица, кардамон, гвоздика, мускатный орех и даже белый перец. И вот он оттеняет, даёт такой вкус и такое сочетание, которое немножко вот тебя обескураживает. Внутрь идёт бисквит, который без яиц, он идёт на оливковом масле. И мы использовали туда сливу, наш местный молдавский продукт. Она подкопчённая, плюс эти специи даёт такое разнообразие вкусов, которые гармонично сочетаются. Очень по-молдавски, но одновременно такой фьюжн какой-то вот необычный. И для того, чтобы отсадить, хотелось создать форму такую необычную, отсадить этот крем не просто как бы как крем, а мы отсадили как макарошки такие. У меня трое детей, и я полноценно могу сказать, что это мой четвёртый ребёнок. Даже иногда я подшучиваю и говорю мужу, что мне было легче родить четвёртого ребёнка, чем содержать и вести как бы четвёртое дитя в виде крем-делокрем. И давая жизнь каждому ребёнку в виде проекта какого-то, эта любовь как бы приумножается, ты начинаешь творить ещё больше, и только как бы в таком случае ты реализовываешь себя, и ты становишься счастливой мамой, которой ты действительно можешь ждать, открыться полностью этому миру, и принести ещё больше, и быть более счастливой. Тогда дети, думаю, что будут на самом деле только гордиться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»